Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Продолжим редактировать видеоролик из двух фрагментов, содержащих видео и изображение. Сейчас я буду работать с текстом ролика. Буду добавлять к нему названия, титры в конце и заголовок в середине. Я открываю киностудию. Открываю проект. Загадочная история. И текстовый файл. Для того, чтобы добавить в ролик текст, на вкладке «Главное» есть три кнопки. Верхняя кнопка позволяет добавить в ролик название. Кликаем по ней левой кнопкой мыши, и на монтажной ленте возникает еще один фрагмент с текстом названия нашего проекта «Загадочная история». Это название автоматически загружается в киностудию, как название ролика. И одновременно с появлением текста в ролике, вверху появляется вкладка с названием «Средства для работы с текстом». А ниже появляются инструменты для его обработки. Теперь можно выбрать эффектное появление буквы на экране, проведя курсором по предложенным вариантам вверху экрана справа, а затем кликнуть на подходящем эффекте левой кнопкой мыши. Допустим, нам надо сделать фон названия зеленым, а шрифт темно-серым. Для этого кликаю на стрелочку кнопки «Цвет текста» в разделе «Шрифт» и выбираю серый цвет. Также можно выбрать шрифт, более подходящий для этого ролика, размер. Можно выделить его жирным, можно растянуть в одну строку, перетащить на подходящее место. И теперь нужно сделать цвет фона. Мы задумали его сделать зеленым. Кажется, что текст пропал. На самом деле это не так. Помните, мы добавили эффект? Плавное возникновение текста на экране. Так как у нас курсор был на начале ролика, текст еще пока не появился. По мере того, как будут эти воспроизведения нашего ролика, текст будет появляться. Также мы можем здесь задать длительность показа текста и время его начала. Дальше нам нужно сделать заголовок в нашем ролике. Заголовок в этой программе – это текст, возникающий поверх видеоряда ролика. Сначала нужно выбрать место, начиная с которого будет демонстрироваться этот заголовок. Допустим, мы хотим его сделать в этом месте. Мы выбрали место, нажали вторую кнопку заголовок. И теперь нам нужно здесь разместить текст, который мы задумали. Возвращаемся в наш файл, смотрим, где текст заголовка, копируем его. И переносим в студию, нажав кнопку «Вставить». Текст на месте. Подредактируем его. Так же, как редактировали название. Наш заголовок готов. Теперь нам нужно сделать финальные титры. Для этого опять возвращаемся на вкладку «Главное». Кликаем по кнопке «Титры». И видим несколько вариантов. Три из них с шаблонами текста. Но мы выбираем первый вариант. Так как хотим разместить в титрах собственный текст. Появилось окошко для титров. Сюда мы опять из файла копируем текст. Редактируем его. Теперь мы сохраняем нашу работу. И выходим из киностудии. Друзья, вторая запись уже получилась довольно длинная. Поэтому о работе со звуком я расскажу в третьей записи. Всего вам доброго!